Любовь – основа всех основ. Она и радость, и мучение. Любовь, как роза без шипов, бывает лишь как исключение. Любовь – инфекция, бесспорно, нет в ней предела к совершенству. Мы ей безропотно покорны, любовь – взаимное блаженство. Они познакомились случайно. Татьяну Захаровну в тот день на танцы пригласил другой курсант. Но судьба распорядилась иначе. Говорит, одного мгновения хватило, чтобы влюбиться. И спускается молодой человек к другой, по лестнице. Юра говорит, то ли иди сюда, но придержи эту девочку на время, пока дежурство кончится у меня. Ну и все, он уже не отпустил меня. В памяти до сих пор чувства и эмоции прошлых лет. Она знает, что такое ждать любимого человека и как тяжела разлука. А он до сих пор вдохновленно пишет стихи и поэмы. Почти все в ее честь. Важнее вместе принимать семейные решения и в одну сторону уверенно смотреть. Говорят, молодому поколению сейчас тяжело сохранить семью. Нет общих ценностей и взаимопонимания, как у них. Вот это очень важно. Вот мы сейчас, к счастью, и в политических вопросах, и в бытовых у нас едины. Редко такое бывает расхождение, которое быстро сглаживается. Мы находим компромисс. А без компромисса 60 лет никто же прожить, наверное, не сможет. Рассказали супруги и про первый рейс. После полугода знакомства Анатолий Федорович ушел в плавание на месяц. Тогда Татьяне Захаровне это время показалось вечностью. А про любовь вы говорите? Вот это как называется? Если я уже легла спать, сына уложила, легла спать, Лена Камарик. Он на службе еще. И я сплю, но слышу, как он открывает ключом дверь. И он весь снегой, а я почти никакая выбегаю. Больше полувека вместе, а она все так же с нежностью ждет возвращения мужа и хранит все его открытки. Застилает стол белой скатертью и готовится к ужину. Все, как и 60 лет назад. Как сохранить крепкую семью узнали. Катарина Вербицкая, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Продолжение следует...